Потому что проблема, во-первых, проблема в законности или незаконности обогащения. Законность обогащения можно выявить, незаконность обогащения можно выявить. Но и тут так, или сядут все, как говорил один киногерой, так, Папанов, или надо будет всё-таки, или сядут немногие. Так, потому что очень трудно будет расследовать, это суды, это целый процесс длительный. Вопрос в другом, а почему вообще было возможно незаконное обогащение? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему вообще, даже если законное обогащение, держали деньги кэшем, в винах, в беконах и так далее, и так далее? Это же мёртвое богатство, первое. Вот уже господин Йоменко говорит, мне хотелось бы, чтобы были все богатые, а не все бедные. А что хотелось? Делайте. Почему держат деньги вот в таких мёртвом капитале, в мёртвых деньгах? Как средство сбережения, а не как средство накопления. Пять функций денег есть. Вот это средство сбережения, почему? А у нас есть нормальный фондовый рынок. А у нас есть нормальные инвесторы институциональные. А у нас есть приватные пенсионные фонды, где можно было вложить деньги. И деньги бы работали, и они бы работали на страну, и на того, кто бы укладывает эти деньги. Неважно, политик, он бизнесмен и так далее. Поэтому главная реформа эта тянет, это институциональные реформы. Создать систему институтов, начиная от Национального банка, от банковской системы. Чтобы она была стабильна, чтобы люди... Почему люди не держат деньги в банке? Они не знают, завтра регулятор ведёт какую-нибудь норму, и потом что с этими деньгами делать? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok